Для меня очевидно, что путинская пропаганда потерпела неудачу. И ярким свидетельством этого тезиса является то, что Остап решил перевернуть доску с фигурами. Я говорю о том, как быстро в России начали закрывать СМИ, которые излагают несколько иную точку зрения, отличающуюся от точки зрения официальной пропаганды. Сегодня стало известно о том, что окончательно принято решение ликвидации «Эхо Москвы» в спешке, быстро, без всякого обсуждения. Идет давление на последний телеканал, который хоть как-то отличается от нашего центрального телевидения. Я говорю о телеканале «Дождь». В общем, доска с фигурами, похоже, перевернута. При этом камнем преткновения, судя по всему, стали данные по потерям российской армии на Украине. Эти потери официально иллюстрируются у нас фразой «Мы потеряли существенно меньше, чем они». То есть вот примерно так это звучит. То есть какое-то совершенно непонятное злорадство кровавого Джокера, что да, мы потеряли людей, но они потеряли больше. Я не понимаю, это что-то меняет или это отменяет смерти и гробы? Ну, конечно же, нет. Однако вот так это примерно сейчас устроено в российской пропаганде. Уже начались репрессии, гонения на тех, кто публикует какие-то неподтвержденные на самом деле данные и кадры, где там тут что-то разбомбили, там кого-то убили. Действительно, во время войны не принято транслировать кадры убийства собственных солдат. И, на мой взгляд, это правильно. Вообще мы попадаем в какую-то довольно шизофреническую ситуацию, когда многие пытаются радоваться неудачам собственной армии, потому что они, например, не согласны с Путиным. Это очень сложный психологический казус. Действительно, очень многие не согласны с Путиным. Таких людей даже по официальным данным порядка 35%. На самом деле их существенно больше. Просто я считаю, что довольно большой пласт россиян пока еще просто молчит. Он уже думает, что что-то не так, но все еще молчит. Так что настоящая статистика у нас все еще впереди. По сути, мы сейчас наблюдаем процесс, когда путинская пропаганда пытается ввести монополию на правду. То, что говорит великий вождь и руководитель страны, это правда, все остальное не просто неправда, а все остальное, к тому же, уже почти государственная измена. Слово «измена Родине» все чаще и чаще звучит в устах депутатов и всевозможных телевизионных людей. Государственная Дума в спешке готовит принятие закона об ответственности за размещение фейков, что бы они под этим не подразумевали, и всевозможные, значит, прочие измены Родине. Причем, судя по всему, санкции будут очень жесткими. То есть за то, что вы усомнитесь в данных, которые вам дает какое-нибудь информационное государственное агентство, вероятнее всего, придется за это отвечать чуть ли не в уголовном смысле. Конечно же, измена Родине и измена Путину – это очень разные вещи. Но мы традиционно у себя в России путаем Отечество и ваше превосходительство. Вот это уже, пожалуй, что 200 лет задекларированное одним из великих русских писателей. Вот эта вот путаница между Отечеством и вашим превосходительством расцвела в России нынешней просто каким-то совершенно буйным цветом. Ну, апологеты Путина с религиозной наивностью полагают, что не только самому Путину и его вот этим приближенным будет позволено обладать монополией на правду и правоту, но и им тоже. Вот эти многочисленные члены секты поклонения Владимиру Путину, они наивно полагают, что им тоже достанется немножко вот этой власти правды. Нет, не достанется. Увы, вами попользовались и, пожалуй, что уже подтерлись. Кое-кто потихонечку начал это понимать. Я говорю, например, о Марии Бароновой, о Тонечке Самсонове, которые вчера громко хлопнули дверями Russia Today и Яндекса, заявив, что они не согласны с политикой этих информационных ресурсов. Но тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Особенно, конечно, забавна судьба Маши Бароновой. Мы немножко с ней были знакомы. Лет эдак пять назад удивительный персонаж, способный менять открытую Россию на Russia Today. Видимо, лишь бы в названии было слово «Россия». Ну, не знаю, время покажет, время рассудит. И при этом многие инстинктивно поняли, что творится что-то неладное, в том числе в информационном пространстве. Очень многие вчерашние герои, рвавшие на животах тельняшки, типа Шамиль и Валеевых, притихли, сидят тихо, не отсвечивают, ждут, когда что-то случится. Но это самые такие коварные, самые подлые особи в этой популяции, которые ни вашим, ни нашим ждут, на чью сторону перевесят весы, и вот тут-то они опять начнут рвать на животах тельняшки. Ну, мы, собственно, наверное, потихонечку уже можем давать оценку и назначать стоимость вот этим вот грошовым агитаторам, так что тут тоже время нас рассудит. Возвращаясь к причинам поражения Путина в информационном пространстве, я, наверное, все-таки предположу, что основная причина – это какое-то заскорузлое, абсолютно примитивное восприятие современного информационного мира. Путин и его генерация, они действительно остались, застряли где-то в 80-х годах 20-го столетия в плане восприятия информационного пространства. Они полагают, что достаточно начать печатать другие газеты, говорить другие слова по радио и телевизору, и тогда все изменится. Они забыли о том, что современный мир – это спутниковый интернет, они забыли, что современный мир – это очень мощные и очень технологичные коммуникации, соответственно, конечно, вот этого шила в мешке утаить не получится. Но потребуется время на то, чтобы переломить некоторую косвенность восприятия россиянами информации. Потребуется время на то, чтобы самые упоротые через холодильник восприняли тот эффект, который наступает потихонечку в Российской Федерации. Но в этот раз все будет существенно быстрее, чем в 2014 году и существенно жестче. Потому я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем видеть очень драматические события. В первую очередь в том плане, что люди начнут прозревать, причем прозревать целыми поселками и городами. Ну, а дальше посмотрим, во что это будет выливаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова